Ординарец батальона Матушич и денщик Сагнера Бацар, также ехавшие в штабном вагоне, рассматривали войну с Италией с чисто практической точки зрения. Еще давно, в мирное время, будучи на военной службе, они принимали участие в маневрах в Южном Тироле. — Тяжело нам будет лазить по холмам, — вздохнул Бацар. — У капитана Сагнера целый воз всяких чемоданов. — Я сам горный житель, но это совсем другое дело, когда, бывало, спрячешь ружье под куртку и идешь выслеживать зайца в имении князя Шварценберга. Князь Шварценберг — крупнейший помещик в Чехии. — Если нас действительно перебросят на юг в Италию, мне тоже не улыбается носиться по горам и ледникам с приказами. А что до жратвы, то там, на юге, одна полента и растительное масло, — печально сказал Матушич. — Полента — итальянское национальное блюдо, каша из кукурузы, гречневой крупы или каштановой муки, политая растительным или сливочным маслом и посыпанная сыром пармезан. — А почему бы и не сунуть нас в эти горы? — разволновался Бацар. — Наш полк был и в Сербии, и на Карпатах. Я уже достаточно потаскал чемоданы господина капитана по горам. Два раза я их терял. Один раз в Сербии, другой раз в Карпатах. Во время такой баталии все может случиться. Может, то же самое ждет меня и в третий раз на итальянской границе? Ну, а что касается тамошней жратвы, он сплюнул, подсел поближе к Матушичу и доверительно заговорил. — Знаешь, у нас в Кашперских горах делают вот такие маленькие кнедлики из сырой картошки. Их сварят, поваляют в яйце, посыплют как следует сухарями, а потом, а потом поджаривают на свином сале. Последнее слово он произнес замирающим от восторга голосом. Но лучше всего кнедлики с кислой капустой прибавил он меланхолически. А макаронам место в сортире. На этом и здесь закончился разговор об Италии. В остальных вагонах в один голос утверждали, что поезд, вероятно, повернут и пошлют в Италию, так как он уже больше двух часов стоит на вокзале. Это отчасти подтверждалось и теми странными вещами, которые проделывались с эшелоном. Солдат опять выгнали из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала все лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба. Но приказ есть приказ. Санитарная комиссия дала приказ произвести дезинфекцию во всех вагонах эшелона номер 728, а потому преспокойным образом были обрызганы лизолом и горы хлеба, и мешки с рисом. Это уже говорило о том, что происходит нечто необычное. Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришел инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему педагогу, писарю, ну и дохлятинка. Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошел вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика, еще одни ответил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал дохлятинка улыбнулся, придурковато, как бывало улыбался император Франц Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал, «Это хорошо, это хорошо». После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорово ли его супруга. «Осмелюсь доложить!» — рявкнул капрал. «Я холост!» На это генерал с благосклонной улыбкой тоже пробормотал свое «Это хорошо, это хорошо». Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнер продемонстрировал, как солдаты выполняют команду «На первой и второй рассчитайся!» И тут же раздалось «Первый, второй, первый, второй, первый, второй!» Генерал Дохлятенко это страшно любил. Дома у него было два денщика, он выстраивал их перед собой, и они кричали «Первый, второй, первый, второй!» Таких генералов в Австрии было великое множество. Когда осмотр благополучно окончился, генерал не поскупился на похвалы капитану Сагнеру. Солдатам разрешили прогуляться по территории вокзала, так как пришло сообщение, что эшелон тронется только через три часа. Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрельнуть. На вокзале всегда много народу, и кое-кому из солдат удавалось выклинчить сигарету. Это было ярким показателем того, насколько повыветрился восторг прежних торжественных встреч, которые устраивались на вокзалах для эшелонов. Теперь солдатам приходилось попрошайничать. К капитану Сагнеру прибыла делегация от кружка для приветствия героев в составе двух невероятно изможденных дам, которые передали подарок, предназначенный для эшелона, а именно 20 коробочек ароматных таблеток для освежения рта, реклама одной будапештской конфетной фабрики. Эти таблетки были упакованы в очень красивые жестяные коробочки. На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонвет, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на венгерском и немецком языках «За императора, Бога и Отечества». Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед Господом Богом. В каждой коробочке содержалось 80 таблеток, так что на трех человек приходилось приблизительно по пяти таблеток. Кроме того, пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с двумя молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой и Сатмар-Бутафала. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. Молитвы были пронизаны такой страстью, что им не хватало только крепкого венгерского ругательства. По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный Бог должен изрубить русских англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный Бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий ирод. Преосвященный архиепископ Будапештский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов, да направит на исправедливейший Господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов. Милосердный Божий, соделай так, чтобы все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран, которые им нанесут наши солдаты». Следует еще раз отметить, что этим молитвам не хватало только венгерского ругательства. Передав все это, дамы выразили капитану Сагнеру свое страстное желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе, как «Наши бравые серые шинели». Обе состроили ужасно обиженные мины, когда капитан Сагнер отверг их просьбу. Между тем подарки были переправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причем одна из них не приминула похлопать по щеке бородатого Шимека из Будиевиц. Шимек, не будучи осведомлен о высокой миссии дам, по-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам, «Ну и нахальные же эти шлюхи! Хоть бы мордой вышло! А то ведь цапля цаплей! Кроме тощих ног ничего нет? А страшна, как смертный грех! И этакая старая корга еще заигрывает с солдатами». На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику. Два эшелона с артиллерии были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев по неизвестным причинам ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Боснийцы целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христорадничать. Здесь, кроме злобной матершины, возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы боснийцев, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон девяносто первого полка был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через три часа. Ввиду этого только что собранных солдат снова выпустили из вагонов. Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчикам. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем, наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют. Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казака. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится. — Насмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк. — Это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел. — Что же, собственно, вам тут не нравится? — спросил подпоручик Дуб. — Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с вверенным ему оружием, ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему. Его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо. Все же и они люди. Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос. — Вам жалко этого русского, не правда ли? — Мне жалко, господин лейтенант, их обоих. Русского, потому что его проткнули. И нашего, потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать, сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь, она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил, когда раздается, ложись, ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку. А, в общем, это был очень хороший человек. Раз на Рождество он спятил, купил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Пол роты переломало штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. Три месяца нам не разрешалось выходить из казарм, а господин лейтенант сидел под домашним арестом. Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил. — Вы меня знаете? — Знаю, господин лейтенант. Подпоручик дуб вытаращил глаза и затопал ногами. А я вам говорю, что вы меня еще не знаете. Швейк, невозмутимо спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил. — Я вас знаю, господин лейтенант. Вы осмелюсь доложить из нашего маршевого батальона. — Вы меня не знаете! — снова закричал подпоручик дуб. — Может быть, вы знали меня с хорошей стороны. Но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. — Так знаете теперь, с кем имеете дело или нет? — Знаю, господин лейтенант. — В последний раз вам повторяю. Вы меня не знаете, осел. Есть у вас братья? — Так точно, господин лейтенант. Есть один. Подпоручик дуб, взглянув на спокойное открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал. — Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы. Кем он был? — Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицер. Подпоручик дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака-подпоручика, и вскоре разговор окончился словом «Обтретен». Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем. Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану, и тот прикажет арестовать Швейка. Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как дуб, во всем полку не сыщешь. Подпоручик дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же, девяносто первого полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке, под покровом темноты, договаривались с двумя проститутками на вокзале, и около него их бродило несметное множество. Даже издалека Швейк совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика дуба. «Вы меня знаете, а я вам говорю, что вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Может быть, вы меня знаете только с хорошей стороны. А я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны. Я вас до слез доведу, ослы, есть у вас братья». «Наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были? В обозе? Но хорошо. Не забывайте, что вы солдаты. Вы чехи? Знаете, что Палоцкий сказал? Если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать. Абтреттен!» Но, в общем, обход подпоручика дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки довести их до слез потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительную дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. «Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров. Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет. Господин окружной начальник был того же мнения. Особенно теперь, во время войны, чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию». Капитан Сагнар, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о цене на картошку. Что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям. Из роты дело поступает, как вероятно известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции с рапортом к батальонному командиру. Однако, если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтобы Швейк был вызван и допрошен. Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса. Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова, и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству. Впрочем, добавил он, судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный. Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим. В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутенцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось, со всем предназначенным для солдат в канцелярии батальона производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками. Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то все же каждого из старших писарей, всевозможных канцелярий, подозревали в превышении сметы и жульничестве. Ввиду этого, пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками, если уж ничего другого украсть нельзя, нужно попользоваться хоть этой дрянью, Баутенцель произнес речь о тяжелых лишениях, которые они испытывают в пути. Я проделал с маршевым батальоном уже два похода, но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал. Эх, ребята, прежде, до приезда в Прэшев, у нас было все, что только душеньке угодно. У меня было припрятано 10 тысяч мемфисок, два круга швейцарского сыра, 300 банок консервов. Когда мы направились на Бардиев, в окопы, а русские умушины перерезали сообщение с Прэшевым, вот тут пошла торговля. Я для отвода глаз отдал маршевому батальону десятую часть своих запасов. Это я, дескать, сэкономил, а все остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойко, настоящая свинья. Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шарапнель. Ну, придет, бывало, к нам, он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовит обед для солдат батальона. Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русские к чему-то готовятся. Весь дрожит, напьется сначала на кухне Рому, а потом начнет ревизовать полевые кухни. Они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе около окопов было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть и речь. Единственную свободную дорогу, связывающую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали все, что нам посылали из тыла, все сжирали сами, так что нам уже ничего не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. За это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросенка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойко ничего не узнал, мы припрятали поросенка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. Там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придет к нам и прежде всего попробует в кухне похлебку. Правда, мяса варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут прусаки были нашими постоянными конкурентами, ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. Пока мы стояли под Бардиевым, а я на закупке скота сэкономил 1200 крон с небольшим, да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платили бонами с печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке от нас в Радване, а на западе в Подолине. Нет хуже работать с таким народом, как тамошний. Не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят три крестика. Наше интенданство было прекрасно осведомлено об этом, так что, когда мы посылали туда за деньгами, я не мог приложить в качестве оправдательных документов подложной квитанции, о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, прусаки платили больше, чем мы, и платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели, как на разбойников. Ко всему этому интенданство издало приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам. А их в те времена было полным-полно. Вот придет такой молодчик, нажрется у нас, напьется, а на другой день идет на нас доносить. Так этот майор Сойко ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня, Бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю четвертую роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел ее еще немножко поварить для него. По правде сказать, тогда мясо много не варили. На всю роту приходилось двенадцать прежних, настоящих порций мяса. Но он все это съел. Потом он попробовал похлебку и поднял скандал, дескать, как вода. И это, мол, непорядок, мясная похлебка без мяса. Велел ее заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, сэкономленные за все последнее время. Но пуще всего меня возмутило то, что на подбултку похлебки он загубил два кило сливочного масла, которое я сэкономил в ту пору, когда была офицерская кухня. Ну, хранилось оно у меня на полочке над койкой. Как он заорет на меня? Это чье? Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагается пятнадцать граммов масла или двадцать один грамм сала. Но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберется столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере. Майор Сойко разозлился и начал орать, что я, наверное, жду, когда придут русские и отберут у нас последние два кило масла. Немедленно положить это масло в похлебку, раз похлебка без мяса. Так я потерял весь свой запас. Верите ли? Когда бы он ни появлялся, всегда мне на горе. Постепенно он так навострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил на всей команде говяжью печенку и хотели мы ее тушить. Вдруг он полез под койку и вытащил ее. В ответ на его крики я ему говорю, что печенку эту еще днем решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Майор взял одного рядового изобоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печенку на горе под скалами. Ну, здесь ему и пришел капут. Русские увидели огонь, да дернули по майору и по его котелку восемнадцати сантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печенка, а где печенка господина майора, было невозможно уже. Пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через четыре часа. Путь на Хатвен занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, везшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтобы оказать помощь. Фантазия батальона разыгралась, толковали о двух сотнях убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена, нужно же было замести следы мошенничества при снабжении раненых. Это дало повод к острой критике снабжения батальона и к разговорам о воровстве на складах и в канцеляриях. Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутенцель всем делится с офицерами. В штабном вагоне капитан Сагнар заявил, что согласно маршруту они, собственно, должны бы уже быть на Галицийской границе. В Эгере им обязаны выдать для всей команды на три дня хлеба и консервов, но до Эгера еще десять часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что если верить телеграфным сообщениям, ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать невозможно. Капитан Сагнар получил приказ вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по шесть крон семьдесят геллеров. Эти деньги выдадут при уплате жалования за девять дней, если капитан Сагнар к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только двенадцать с чем-то тысяч крон. Это свинство со стороны полка, не выдержал поручик Лукаш, отправить нас без гроша. Прапорщик Вольф и поручик Колорш начали шептаться о том, что полковник Шреддер за последние три недели положил на свой личный счет в Венский банк шестнадцать тысяч крон. Поручик Колорш потом объяснял, как накапливают капитал. Сопрут, например, в полку шесть тысяч, и сунут их в собственный карман. А по всем кухням совершенно логично отдается приказ. Порцию гороха на каждого человека сократить в день на три грамма. В месяц это составит девяносто граммов на человека, в каждой ротной кухне накапливается гороха не менее шестнадцати кило, ну а в отчете повар укажет, что горох израсходован весь. Поручик Колорш в общих чертах рассказал Вольфу и о других достоверных случаях, которые он лично наблюдал. Такими фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эпилетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму. Война требовала храбрости и в краже. Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать «Мы единое тело и единая душа». «Крадем, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь. Если ты не возьмешь, возьмет другой, да еще скажет о тебе, что ты не крадешь потому, что уж вдоволь награбил». В вагон вошел господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, разъезжающих по всем железным дорогам. «Садитесь, господа», — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, даже не подозревая о его пребывании здесь. Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся. «В вашем эшелоне непорядок. В вашем эшелоне еще не спят. В вашем эшелоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах в девять часов». Отрывисто пролайл он. «Около девяти часов. Вывезьте солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги». «Вы понимаете, господин капитан? Повторите. Или нет, не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать команду в отхожие места, играть с зорю и спать. Проверить, и кто не спит, наказывать. Да-с. Все. Ужин раздать в шесть часов». Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда не было, что было где-то, так сказать, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Он стоял, как призрак из царства четвертого измерения. «Ужин раздать в шесть часов», — продолжал он, глядя на часы, на которых было десять минут двенадцатого ночи. «В половине девятого тревога, испражняться и спать». На ужин в шесть часов гуляш с картофелем вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра. Потом последовал приказ проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, а генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом постоянно показывал на стрелке часов. И так, извольте видеть, в половине девятого испражняться, а через полчаса спать. Этого вполне достаточно. В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчеркиваю, это сон. Сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочередно. Одна треть солдат удобно располагается в вагоне и спит от девяти до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того, как первые выспались, они уступают место второй трети, которая спит от полуночи до трех часов. Третья партия спит от трех до шести. Потом побудка и команда идет умываться. На ходу из вагонов не выскакивать. Расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не соскакивали. Если солдату переломит ногу неприятель, генерал похлопал себя по ноге, это достойно похвалы. Но калечить себя соскакиванием с вагонов на полном ходу наказуемо. — Так, стало быть, это ваш батальон, — обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные лица солдат. Многие не могли удержаться и внезапно разбуженные зевали на свежем ночном воздухе. — Это, господин капитан, батальон зевак. Солдаты в девять часов должны спать. Генерал остановился перед одиннадцатой ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под нее раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал от страха, как бы генерал не обратил внимания на швейка. Ему показалось, что швейк зевает нарочно. Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к швейку и подошел к нему. — Чех или немец? — Чех, — осмелюсь доложить господин генерал-майор. — Добре, — сказал генерал Почерский. Он был поляк, знавший немного Почерский. — Ты ржевешь, как корова на сеном. — Молчи, заткни глотку, не мычи. — Ты уже был в отхожем месте? — Никак нет, не был, господин генерал-майор. — Отчего ты не пошел с другими солдатами? — Осмелюсь доложить господин генерал-майор на маневрах в писаке. Господин полковник Вахтуль сказал, когда весь полково время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить, что нам делать в отхожем месте? Нам нечего из себя выдавливать. — Согласно маршруту, мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин, и ничего не получили. — С пустым брюхом в отхожее место не лезь. Швейк в простых словах объяснил генералу общую ситуацию и посмотрел на него с такой неподдельной искренностью, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. — Если уж действительно дается приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренне, физиологически обоснован. — Отошлите их спать в вагоны, — приказал генерал капитану Сагнеру. — А как случилось, что они не получили ужина? — Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получить ужин. Здесь питательный пункт, иначе и быть не может. Имеется точно установленный план. — Генерал все это произнес тоном, не допускающим возражений. Отсюда вытекало, так как было уже около двенадцати часов ночи, а ужинать, как он уже прежде указал, следовало в шесть часов, то, стало быть, ничего другого не остается, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до шести часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой. — Нет ничего хуже, с необычайно серьезным видом, сказал генерал, как во время войны при переброске войск забывать об их снабжении. Мой долг — выяснить истинное положение вещей и узнать, как действительно обстоит дело в комендатуре станции, ибо, господа, иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов. При ревизии станции Субботице на Южно-Боснийской дороге я констатировал, что шесть эшелонов не получили ужина только потому, что начальники эшелонов забыли потребовать его. Шесть раз на станции варился гуляш с картошкой, но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу. Образовались целые залежи гуляша с картошкой, а солдаты, проехавшие в Субботице мимо куч и гор гуляша, уже на третьей станции христорадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была невоенная администрация. Генерал развел руками. Начальники эшелонов не исполнили своих обязанностей. Пойдемте в канцелярию. Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно. В комендатуре выяснилось, что о гуляше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришел приказ вместо гуляша начислить каждой части войск 72 геллера на каждого солдата, так что каждая проезжающая часть имеет на своем счету 72 геллера на человека, который она получит от своего интенданства дополнительно при раздаче жалования. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на остановке в Ватиане по полбуханке. Комендант питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так, для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предъявляет приказ высшей инстанции и конец. Эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов. Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось, в начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу необходимый опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка. Могу вам привести конкретный пример, сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие. Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван два дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну, теперь пойдемте в вокзальный ресторан. В ресторане генерал опять завел разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов. Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа австро-венгерской монархии. По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италии войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту. В шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в половине девятого войска опорожнится в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает. Генерал-майор задумался, закурил операс и долго-долго смотрел в потолок. Операс марка дорогих сигарет. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать в назидание офицера Машелона, раз уж он сюда попал. Ядро вашего батальона вполне здоровое, вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямотой и выправкой, подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови. Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положение, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб Рабская душонка уставился в потолок вслед за ним. Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам не достает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити. Он должен знать, что содеяло каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона. Потом он посмотрел на стены и часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться. На путях стоял личный инспекторский поезд и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон. Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить два вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена фирме Левенштейн так, как продают рожь на корню. Казна снова купила эти два вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придется еще раз перепродать сено фирме Левенштейн. Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поет на славу. На утро следующего дня эшелон еще стоял на станции. Настала побудка, солдаты умывались около колонок из котелков, генерал со своим поездом еще не уехал и пошел лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора отделениями под командой отделенных командиров. Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным. Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямы вместило два отделения роты. Солдаты прямо сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку. У каждого из подспущенных штанов выглядывали голые колени, у каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды. Во всем была видна железная воинская дисциплина и организованность. На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда и с интересом читал обрывок страницы из бог весть какого романа Ружены Есинской. Ружена Есинская 1863-1940 Чешская писательница Дешнем пансионе к сожалению дамы Ем неопределенно в действительности может быть большее Ге в большинстве в себе самой заключенное по Те в свои комнаты или Ходи национальном празднике, а если выронил Т шел лишь человек и только стосковался об Э улучшалось или не хотелось таким успехом стать как бы сами этого хотели ничего не оставалось молодому крышичке. Швейк поднял глаза невзначай посмотрел по направлению к выходу из отхожего места и замер от удивления там в полном параде стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом а рядом подпоручик дуб что-то старательно докладывавший им. Швейк оглянулся все продолжали спокойно сидеть над ямой и только унтера как бы оцепенели и не двигались Швейк понял всю серьезность момента он вскочил как был со спущенными штанами с ремнем на шее и использовав в последнюю минуту клочок бумаги заорал встать смирно равнение направо и взял под козырек два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал вольно продолжайте отделенный малик первый подал пример своему взводу приняв первоначальную позу только Швейк продолжал стоять взяв под козырек ибо с одной стороны к нему грозно приближался подпоручик дуб с другой улыбающийся генерал-майор вас я видел ночью обратился генерал-майор к Швейку представшему перед ним в такой невообразимой позе взбешенный подпоручик дуб бросился к генерал-майору осмелюсь доложить господин генерал-майор солдат этот слабоумный словет за идиота фантастический дурак что вы говорите господин лейтенант неожиданно заорал на подпоручика дуба генерал-майор доказывая как раз обратное простой солдат знает что следует делать когда подходит начальник а вот унтер-офицер начальство не замечает и игнорирует его это точь-в-точь как на поле сражения простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду ведь господину поручику дубу как раз и следовало бы подать команду которую подал этот солдат ты уже вытер задницу спросил генерал-майор швейк так точно господин генерал-майор все в порядке больше срать не будешь так точно генерал-майор готов так подтяни штаны и встань опять во фронт так как во фронт генерал-майор произнес несколько громче то сидевшие рядом с генералом начали привставать над ямой однако генерал-майор дружески махнул им рукой и нежным отцовским голосом сказал да нет вольно вольно продолжайте швейк уже в полном параде стоял перед генерал-майором который произнес по-немецки краткую речь уважение к начальству знание устава и присутствие духа на военной службе это все а если к этим качествам присовокупить еще и доблесть то ни один неприятель не устоит перед нами генерал тыча пальцем в живот швейка указывал подпоручику дубу заметьте этого солдата по прибытии на фронт немедленно повысить и при первом удобном случае представить к бронзовой медали за образцовое исполнение своих обязанностей и знания понимаете что я хочу сказать можете идти генерал-майор удалился а подпоручик дуб громко скомандовал так чтобы генерал-майору было слышно первое отделение встать ряды вздвой второе отделение швейк между тем направился к своему вагону и проходя мимо подпоручика дуба отдал честь как полагается но подпоручик все же заревел отставить швейк снова взял под козырек и опять услышал знаешь меня не знаешь меня ты знаешь меня с хорошей стороны но ты узнаешь меня и с плохой стороны я доведу тебя до слез наконец швейк добрался до своего вагона по дороге он вспомнил что в карлине в казармах тоже был лейтенант по фамилии худовый так тот рассверепев выражался иначе ребята при встрече со мною не забывайте что я для вас свинья свиньей и останусь покуда вы в моей роте когда швейк проходил мимо штабного вагона его окликнул поручик лукаш и велел передать баллону чтобы тот поспешил с кофе а банку молочных консервов опять как следует закрыл не то молоко испортится баллон как раз варил на маленькой спиртовке в вагоне у старшего писаря ванека кофе для поручика лукаша швейк швейк пришедший выполнить поручение обнаружил что в его отсутствие кофе начал пить весь вагон банки кофейных и молочных консервов поручика лукаша были уже наполовину пусты баллон отхлебывал кофе прямо из котелка заедая сгущенным молоком он черпал его ложечкой прямо из банки чтобы сдобрить кофе повар оккультист юрейда и старший писарь ванек поклялись вернуть взятые у поручика лукаша консервы как только они поступят на склад швейку также предложили кофе но он отказался и сказал баллон из того армии получен приказ денщика укравшего у своего офицера молочные или кофейные консервы вешать без промедления в 24 часа передаю это по приказанию обер-лейтенанта который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе перепуганный баллон вырвал у телеграфиста ходуонского кофе который только что сам ему налил поставил подогреть прибавил консервированного молока и помчался с кофе к штабному вагону вытращив глаза баллон подал кофе поручику лукашу и тут у него мелькнула мысль что поручик по его глазам видит как он хозяйничал с консервами я задержался начал он заикаясь потому что потому что не мог сразу открыть может быть ты пролил консервированное молоко а пытал его поручик лукаш пробуя кофе а может ты его лопал как суп ложками знаешь что тебя ждет баллон вздохнул и завопил господин лейтенант осмелюсь доложить у меня трое детей смотри баллон еще раз предостерегаю погубит тебя твоя прожорливость тебе швейк ничего не говорю меня могут повесить в 24 4 часа ответил баллон трясясь всем телом да не дрожи ты так дурачина улыбаясь сказал поручик лукаш исправься не будь такой обжорой и скажи швейку чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного дай ему эту десятку тебя не пошлю ты пойдешь разве только тогда когда нажрешься до отвала ты еще не сожрал мои сардины не сожрал говоришь принеси и покажи мне баллон передал швейку что обер-лейтенант посылает ему десятку чтобы он швейк разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного вздыхая баллон вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок и с тяжелым сердцем понес ее на осмотр к поручику он-то несчастный тешил себя надеждой что поручик лукаш забыл об этих сардинах а теперь всему конец поручик оставит их у себя в вагоне и он баллон лишится их баллон почувствовал себя обворованным вот осмелюсь доложить господин обер-лейтенант ваши сардинки сказал он с горечью отдавая коробку владельцу прикажете открыть хорошо баллон открывать не надо отнеси обратно я только хотел проверить не заглянул ли ты в коробку когда ты принес кофе мне показалось что у тебя губы лоснятся как от прованского масла швейк уже пошел так точно господин обер-лейтенант уже отправился ответил сияя баллон швейк сказал что господин обер-лейтенант будут довольны и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать он пошел куда-то с вокзала и сказал что знает одно место за ракошпалатой ракошпалата город венгрии неподалеку от будапешта теперь пригород будапешта если же поезд уйдет без него он примкнет к автоколонне и догонит нас на автомобиле о нем мол беспокоиться нечего он прекрасно знает свои обязанности ничего страшного не случится даже если придется на собственный счет нанять извозчика и ехать следом за эшелоном до самой Галиции потом все же можно вычесть из жалования пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоиться о нем ну убирайся грустно сказал поручик лукш из комендатуры сообщили что поезд отправится только в два пополудни в направлении Гёделю Асад и что на вокзале офицерам выдают по два литра красного вина и по бутылке коньяку рассказывали будто найдена какая-то посылка для красного креста ну как бы там ни было но посылка эта казалась даром небес и в штабном вагоне развеселились коньяк был три звездочки а вино марки Гумпольцкирхен Гумпольцкирхен маленький городок в Нижней Австрии славится своим вином один только поручик Лукаш был невдухим прошел час а Швейк все еще не возвращался потом прошло еще полчаса из дверей комендатуры у вокзала показалась странная процессия направлявшаяся к штабному вагону впереди шагал Швейк самозабвенно и торжественно как первые христиане-мученики когда их вели на арену по обеим сторонам шли венгерские гонведы с примкнутыми штыками на левом фланге взводной из комендатуры вокзала а за ними какая-то женщина в красной сборчатой юбке и мужчина в коротких сапогах в круглой шляпе с подбитым глазом в руках он держал живую испуганно кудахтавшую курицу все они полезли было в штабной вагон но взводный по-венгерски заорал мужчине с курицей его жене чтобы они остались внизу увидев поручика Лукаша Швейк стал многозначительно подмигивать ему взводный хотел поговорить с командиром 11 маршевой роты поручик Лукаш взял у него бумагу со штампом и с комендатурой станции и бледнее прочел командиру 11 маршевой роты Эннского маршевого батальона 91 пехотного полка к дальнейшему исполнению Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф согласно его показаниям ординарец той же маршевой роты Эннского маршевого батальона 91 пехотного полка задержанной по обвинению в ограблении супругов Иштван проживающих в Ишатарче в районе комендатуры вокзала основания пехотинец Швейк Йозеф украл курицу принадлежащую супругам Иштван когда та бегала в Ишатарче за домом Иштван супругов в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово Иштван супруги и был пойман владельцем курицы который хотел ее у него отобрать выше поименованный Швейк оказал сопротивление ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз а посему и был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть курица возвращена владельцу подпись дежурного офицера когда поручик Лукаш давал расписку в принятии Швейка у него тряслись колени Швейк стоял близко и видел что поручик Лукаш забыл приписать дату осмелюсь доложить господин обер-лейтенант произнес Швейк сегодня двадцать четвертая вчера было двадцать третье мая вчера нам Италия объявила войну я сейчас был на окраине города так там об этом только и говорят ганведы со взводным ушли и внизу остались только супруги Иштван которые все время делали попытки влезть в вагон если господин обер-лейтенант у вас при себе имеется пятерка мы бы могли эту курицу купить он злодей хочет за нее пятнадцать золотых включая сюда и десятку за свой синяк под глазом повествовал Швейк но думаю господин обер-лейтенант что десять золотых за идиотский фонарь под глазом будет многовато в трактире старая дама токарю Матвею за двадцать золотых кирпичом своротили нижнюю челюсть и вышибли шесть зубов а тогда деньги были дороже чем нынче сам Вольшлегер вешает за четыре золотых иди сюда кивнул Швейк мужчине с подбитым глазом из курицы а ты старуха станься там мужчина вошел в вагон он немножко говорит по-немецки сообщил Швейк понимает все ругательства и сам вполне прилично может обложить по-немецки итак десять гульденов обратился он к мужчине пять гульденов курица пять глаз пять форентов кукаряку пять форентов глаз да здесь штабной вагон понимаешь жулик ну давай сюда курицу сунув ошеломленному мужику десятку он забрал курицу свернул ей шею и мигом вытолкал крестьянина из вагона потом дружески пожал ему руку и сказал добрый день приятель прощай катись к своей бабе не то я скину тебя вниз вот видите господин оберлейтенант все можно уладить успокоил Швейк поручика лукуша лучше всего когда дело обходится без скандала без особых церемоний теперь мы с баллоном сварим вам такой куриный бульон что в трансильвании пахнуть будет поручик лукаш не выдержал вырвал у Швейка из рук злополучную курицу бросил ее на пол и заорал знаете Швейк чего заслуживает солдат который во время войны грабит мирное население почетную смерть от пороха и свинца торжественно ответил Швейк но вы Швейк заслуживайте петли ибо вы первые начали грабить вы вы я просто не знаю как вас назвать вы забыли о присяге у меня голова идет кругом Швейк вопросительно посмотрел на поручика лукша и быстро отозвался осмелюсь доложить я не забыл о присяге которую мы военные должны выполнять осмелюсь доложить господин обер-лейтенант я торжественно присягал светлейшему князю и государю францию иосифу первому в том что буду служить ему верой и правдой а также генералов его величества и своих начальников буду слушаться уважать и охранять их распоряжения и приказания всегда точно выполнять против всякого неприятеля кто бы он ни был где только этого потребует его императорское и королевское величество на воде под водой на земле в воздухе в каждый час дня и ночи во время боя нападения борьбы и других всевозможных случаев везде и всюду швейк поднял курицу с пола и продолжал выпрямившись и глядя прямо в глаза по ручку лукшу всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно свое войско свои полки знамена и пушки никогда не оставлять с неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать всегда вести себя так как того требуют военные законы и как надлежит вести себя доблестному солдату честно я буду жить с честью и умру и да поможет мне в этом бог аминь а эту курицу осмелись доложить я не украл я никого не ограбил и держал себя помня о присяге вполне прилично бросишь ты эту курицу или нет скотина взвился поручик лукаш ударив швейка протоколом по руке в которой тот держал покойницу взгляни на этот протокол видишь черным по белому сим препровождается пехотинец швейк йозеф согласно его показаниям ординарец той же маршевой роты по обвинению в ограблении и теперь ты мародер гадина будешь мне еще говорить нет я тебя когда-нибудь убью понимаешь ну отвечай идиот разбойник как тебя угораздило осмелюсь доложить вежливо ответил швейк здесь просто какое-то недоразумение когда мне передали ваше приказание раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее я стал обдумывать что бы такое достать за вокзалом не было ничего кроме конской колбасы и сушеной ослятины я осмелюсь доложить господин обер-лейтенант все как следует взвесил на фронте надо иметь что-нибудь очень питательное тогда легче переносятся военные невзгоды мне хотелось доставить вам горизонтальную радость горизонтальную радость швейк неправильно употребляет здесь иностранное неизвестное ему слово задумал я господин обер-лейтенант сварить вам куриный суп куриный суп повторил за ним поручик хватаясь за голову так точно господин обер-лейтенант куриный суп я купил луку и пятьдесят граммов вермишели вот все здесь в этом кармане лук в этом вермишель соль и перец имеются у нас в канцелярии оставалось купить только курицу ну пошел я значит за вокзал выше торч это собственно деревня на город даже и не похоже хоть на первой улице висит дощечка с надписью город и шатерча упрошел я одну улицу с палисадниками вторую третью четвертую пятую шестую седьмую восьмую девятую десятую одиннадцатую пока не дошел до конца тринадцатой улицы где за последним домиком уже начинались луга здесь бродили куры я подошел к ним и выбрал самую большую и самую тяжелую извольте посмотреть на нее господин обер-лейтенант одно сало и осматривать не надо сразу с первого взгляда видно что ей как следует подсыпали зерна ну беру я ее у всех на виду они мне что-то кричат по-венгерски а я держу ее за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки кому принадлежит эта курица хочу мол ее купить вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой мужик начал меня ругать сначала по-венгерски а потом по-немецки яде у него средь белого дня украл курицу я сказал чтобы он на меня не кричал что меня послали купить курицу ну словом разъяснил как обстоит дело а курица которую я держал за ноги вдруг стала махать крыльями и хотела улететь а так как я держал ее не крепко она вырвалась из рук и собиралась сесть на нос своему хозяину но он принялся орать будто я хватил его курицей по морде а женщина все время что-то лопотала и звала цип-цип-цип-цип-цип-цип тут какие-то идиоты ни в чем не разобравшись привели патруль гонведов и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление чтобы там моя невинность всплыла как масло на поверхность воды но с господином лейтенантом который там дежурил нельзя было договориться даже когда я попросил его узнать у вас правда ли что вы послали меня купить чего-нибудь повкуснее он еще обругал меня приказал держать язык за зубами так как мол и без разговоров по моим глазам видно что меня ждет крепкий сук и хорошая веревка он по-видимому был в очень плохом настроении раз уж дошел до того что сгоряча выпалил такая мол толстая морда может быть только у солдата занимающегося грабежом и воровством на станцию мол поступает много жалоб вот третьего дня тоже где-то неподалеку пропал индюк а когда я ему напомнил что третьего дня мы еще были в Рабе он ответил что такие отговорки на него не действуют послали меня к вам да там еще на меня раскричался какой-то ефрейтор которого я сперва не заметил не знаю дескать я что ли кто передо мною стоит но я ответил что стоит ефрейтор если бы его перевели в команду егерей то он бы был начальником патруля а в артиллерии обер канониром швейк минуту спустя сказал поручик лукш с вами было столько всяких приключений и невзгод столько как вы говорите ошибок и ошибочек что от всех этих неприятностей вас спасти может только петля со всеми военными почестями в каре понимаете так точно господин обер лейтенант каре из так называемого замкнутого батальона составляется из четырех и в виде исключения также из трех или пяти рот прикажите господин обер лейтенант положить в куриный суп побольше вермишели чтобы он был погуще швейк приказываю вам немедленно исчезнуть с вашей курицей иначе я расшибу ее о вашу башку идиот несчастный как прикажете господин обер лейтенант но только осмелись доложить сельдерея я не нашел морковки тоже нигде нет я положу картошку швейк не успел договорить ки вылетев вместе с курицей из штабного вагона поручик лукаш залпом выпил стопку коньяку проходя мимо окон штабного вагона швейк взял под козырек и проследовал к себе благополучно одержав победу в борьбе с самим собой балуон собрался уже открыть сардины поручика как вдруг появился швейк с курицей что естественно вызвало волнение среди всех присутствовавших в вагоне все смотрели на него как будто спрашивая где это ты украл купил для господина обер-лейтенанта сообщил швейк вытаскивая из карманов лук и вермишель хотел ему сварить суп но он отказался и подарил ее мне дохлая недоверчиво спросил старший писарь ванок своими руками свернул ей шею ответил швейк вытаскивая из кармана нож балуон с благодарностью и уважением посмотрел на швейка и молча стал подготавлять спиртовку поручика потом взял котелки и побежал за водой к швейку начавшему ощипывать курицу подошел телеграфист ходуонский и предложил свою помощь доверительно спросив далеко отсюда надо перелезть во двор или прямо на улице я ее купил и уж помалкивал бы а еще товарищ называется мы же видели как тебя вели тем не телеграфист принял горячее участие в ощипывании курицы в приготовлениях к торжественному великому событию проявил себя и повар оккультист юрейда он нарезал в суп картошку и лук выброшенные из вагона перья привлекли внимание подпоручика дуба производившего обход он крикнул чтобы показался тот кто ощипывает курицу и в двери тотчас появилась довольная физиономия швейк что это крикнул подпоручик дуб поднимая с земли отрезанную куриную голову осмелюсь доложить ответил швейк это голова курицы из породы черных итальянок прекрасные несушки несут до 260 яиц в год извольте посмотреть какой у нее был замечательный яичник швейк сунул под самый нос подпоручику дубу кишки и прочие куриные потроха дуб плюнул и отошел а через минуту он вернулся для кого эта курица для нас осмелюсь доложить господин лейтенант посмотрите сколько на ней сало подпоручик дуб уходя проворчал мы встретимся у филип мы встретимся у филип филип и город вофракии где в 42 году до нашей эры войска антония и октавиана победили брутто и кассия фраза мы встретимся у филип стала крылатой и означает придет час расплаты что он тебе сказал спросил швейка юрейда мы назначили свидание где-то у филип эти знатные барри в большинстве случаев пидораст повар оккультист заявил что только все эстеты гомосексуалисты это вытекает из самой сущности эстетизма старший писарь ванок рассказал затем об изнасиловании детей педагогами в испанских монастырях и уже в то время когда вода в котелке закипала швейк рассказал что одному воспитателю доверили колонию венских брошенных детей и этот воспитатель растлил их всех страсть ничего не попишешь но хуже всего когда найдет страсть на женщин несколько лет тому назад в праге второй жили две брошенные дамочки разводки потому что были шлюхи по фамилии Моуркова и Шоускова как раз когда в ростокских аллеях цвела черешня поймали они там вечером старого импотента столетнего шарманщика оттащили в ростокскую рощу и там его изнасиловали в ростокских аллеях ростоки дачная местность к северу от праги на реке Волтаве чего они только с ним не делали на Жишкове живет профессор Аксамит он там делал раскопки разыскивая могилы со скрюченными мертвецами и несколько таких скелетов взял с собой так они эти шлюхи оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил и там его растерзали и изнасиловали на другой день пришел профессор Аксамит и обрадовался увидев что в могиле кто-то лежит шарманщик но это был всего-навсего измученный и стерзанный разведенными бароньками шарманщик около него лежали одни щепки на пятый день шарманщик умер а эти стервы дошли до такой наглости что пришли на похороны вот уж это извращенность посолил уже обратился швейк к баллону который воспользовавшись всеобщим интересом к рассказу швейка что-то припрятывал в свой вещевой мешок что ты там делаешь баллон баллон вдруг серьезно упрекнул приятеля швейк что ты собираешься делать с этой куриной ножкой поглядите-ка украл у нас куриную ножку чтобы потом тайно от нас сварить ее да понимаешь ли ты баллон что ты совершил знаешь как наказывают в армии того кто на фронте обворовал товарищей его привязывают к дулу пушки и он разлетается как картечь теперь уже поздно вздыхать как только мы встретим на фронте артиллерию ты явишься к ближайшему обер фейерверкеру а пока что в наказание придется тебе заняться учением вылезай из вагона несчастный баллон вылез а швейк сел в дверях вагона свесил ноги и начал командовать смирно вольно смирно направо равняйся смирно смотреть прямо вольно теперь займемся упражнениями на месте направо ну браты коровы живые ваши рога должны очутиться там где раньше было правое плечо отставить направо налево полуоборот направо не так осел отставить полуоборот направо ну видите лошак уже получается полуоборот налево 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 заходить шеренгой шеренгой дурак не знаешь что ли что такое шеренга прямо кругом встать на одно колено ложись приседания делай встать приседания делай встать ложись встать ложись встать приседания делай встать вольно но видишь баллон как это полезно по крайней мере пищеварение у тебя будет хорошее вокруг них собирались солдаты повсюду был слышен веселый смех будьте любезны посторонитесь крикнул швейк мы займемся маршировкой смотри баллон держи ухо востро чтобы мне не приходилось двадцать раз отставлять швейк не люблю команду зря гонять итак направление на вокзал смотри куда тебе показывают шагом марш отделение стой стой черт подери пока я тебя в карцер не посадил отделение стой ну наконец-то я тебя дуралей остановил короче шаг ты не знаешь что такое короче шаг я тебе брат такой короче шаг покажу что своих не узнаешь шире шаг переменить ногу на месте буйвол ты этакий когда я командую на месте ты должен топтаться на месте